Торжественное открытие экспозиции началось с передачи в дар историко-культурному центру от Видновского художественно-технического лицея картин художников Бориса Клятова и Вячеслава Кургана. Далее гости отправились на экскурсию по выставочным залам, где представлено более 600 художественных и декоративно-прикладных работ наших земляков. Около 30 из них показаны впервые. Например, коллекция подлинных праздничных женских костюмов крестьянок Нижегородской области конца 19 века. Здесь же важно знать историческую принадлежность костюма, орнамента, состав костюма, в какое время он одевался, какой головной убор, с какого времени девочку приучали в той или иной губернии к рукоделию. Это все является частью костюма. Традиционно в экспозиции «Мир глазами земляков» участвуют преподаватели детских школ искусств в студии Кружков Ленинского района. Татьяна Еремина два года учит детей росписи по дереву, а в свободное время занимается вышивкой картин лентами. Усиленно я сидела дома, работала над ней месяца три точно. Подбирала ленты. Некоторые ленты красила сама. Подбирала цвет. Поэтому тут есть натуральная и есть крашеная лента еще. Не без внимания остались и юные мастера. 13-летняя Даша занимается в Центре детского творчества «Импульс». В ее архиве уже несколько десятков картин. Для представления своего творчества на экспозиции выбор пал на натюрморт с цветами в вазе. Эту картину маслом я написала первый раз. Ну, а так-то у меня много картин уже рисую, но маслом я еще первый раз пока нарисовала. Помимо самодеятельных, здесь есть работы и профессионалов. Когда я была в Италии, вот эта картина написана, меня пригласили туда вести занятия с детьми итальянскими. Лариса Сергеева 10 лет прожила в Ленинском районе, но детство провела в Крыму. Свою персональную выставку, посвященную полуострову, она обещала в ближайшее время привезти в «Видное». Холодный батик, роспись по стеклу, поделки из дерева, вышивка, бисероплетение, квиринг и многое другое. Познакомиться с экспозицией «Мир» глазами земляков можно в выставочных залах историко-культурного центра до 23 октября. Наталья Буслаева, Евгений Петров, «Видное ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok